Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады всех приветствовать. Мы, собственно, на опыте проведения конференции в прошлом году, когда, соответственно, оказалось, что достаточно удачный опыт конституционного проведения мероприятий и, соответственно, на опыте проведения нами разных своих мероприятий и частных семинаров в этом уже году и в прошлом году, мы вот решили сделать попытку, соответственно, сделать такой семинар, который бы мог проводиться в промежутке в течение года между конференциями, ну, примерно так, планировали, ну, что мы будем пытаться его организовывать примерно раз в месяц, ну, и был бы посвящен тем же проблемам, то есть проблемам дистанционного зондирования и, соответственно, актуальным вопросам, которые связаны с этим. Ну, и, соответственно, понятно, что мы в процессе будем как-то устаканивать процесс там планирования семинаров, проведения, выбора тем. Мы надеемся на ваше активное участие не только в семинарах, но и в выборах тематики этих семинаров. Ну, а начало мы решили, как бы, так сказать, начать с вопроса, который сейчас очень актуален, соответственно, и у нас очень много вопросов по направлению, связанному, а, с изменениями, климатическими изменениями, ну, и более конкретно с вопросами, связанными с организацией мониторинга парниковых газов, соответственно, источников, сбросов. И, соответственно, на эту тему, как вы знаете, сейчас возникает очень много работ, и они востребованы, и это все за собой может повлечь достаточно большие финансовые там перестройки и последствия. Ну, в связи с этим мы как раз и выбрали эту тему для начала обсуждения. Причем, я думаю, что мы посвятим и несколько семинаров, соответственно, и вопросам просто, соответственно, обзору проблемы и тому, а, соответственно, как по разным направлениям с использованием дистанционных методов можно было бы решать задачи в интересах решения самой проблемы. Вот. Ну, и начнем, мы предлагаем начать эти семинары с, соответственно, такого обзорного доклада. Алексей Викторович Алексеев. Да, Алексей Викторович Алексеев. Ну, вот тут, к сожалению, еще один участник расшарил свой экран, и я не могу, соответственно, свой расшарить. Так, это безобразие надо ликвидировать. Сейчас мы постараемся решить эту проблему. Ну, соответственно, вот мы попросили... А, все. Работает. ...елисеева сделать обзорный доклад по этим проблемам. Ну, и, соответственно, Алексей Викторович, вам получается... Да, все. Спасибо большое. Тогда сейчас свой экран расшарю и приступлю. Видна презентация? Да, видна. Все хорошо. Ну, спасибо большое. Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов семинара, потому что, ну, вообще, это очень почетно быть первым в таком потенциально серьезном движении. И, действительно, я согласен, что тема, она, как говорят по-английски, hot topic, она действительно сейчас активно развивается. И это даже будет видно, например, по публикациям, которые я... обзор которых я вставил в свой доклад, они все последние... по большей части последних годов, вот так скажем. Единственное, что я хотел бы отметить, что, вообще говоря, я не являюсь специалистом по спутниковым данным. Я всю жизнь занимался моделированием сначала как бы физической части климата, потом мой фокус несколько, но, естественно, не полностью сместился на взаимодействие климата и биохимических циклов. И, с точки зрения спутниковых данных, я скорее пользователь, чем, так сказать, создатель таких данных, вот так давайте назовем. И, ну, именно, может быть, именно это и в данном случае хорошо, потому что я в связи с тематикой доклада со спутниками данными скорее хочу представить именно как потребности вот того пользователя, пользователя-модельера, может быть, пользователь, занимающийся диагностикой чего-то, потому что этот аспект, он тесно связан с востребованностью вообще самих данных. Общее сдержание доклада предполагается такое. Сначала будет некоторая часть обзорная, это вот цикл углетислого газа, как он, углеродный цикл. Отдельно я хочу остановиться на обратной связи между климатом и углеродным циклом, потому что, вообще говоря, вот это вот, для данных дистанционного зондирования, это просто поле непаханное. Отдельно стоит выделить метановый цикл, в общем, тесно связан с углеродным. И вот, наконец, два таких последних сдержательных раздела перед выводами, это будет как раз про аспект спутникового зондирования. Давайте начнем с цикла углетислого газа, именно углеродного цикла. Во-первых, в чем его основная особенность? Вот на карте, которую я сейчас показываю, приведены средние за несколько лет значения концентрации углеродного газа в средней тропосфере по, кстати говоря, спутникам данного АЭЦ. И вот то, что здесь видно, на это не смотрите, потому что это внутренние задачи были вот эти статьи. Но что вот интересно, это то, что на самом-то деле градиенты пространственные не очень большие. Видите, минимальное значение здесь, это 380 примерно на 1, максимальное 385. То есть пространственный градиент это 5,04, ну, чуть больше 1%. И это приводит, на самом деле, сразу к тому, что, с одной стороны, это до некоторой степени удобно для моделирования, потому что мы для каких-то, скажем, чисто климатических задач, вообще можно CO2 считать хорошо перемешанным газом и по горизонтали, и по вертикали, вплоть до, по крайней мере, высоты порядка 80 километров. Это с одной стороны. С другой стороны, для данных измерений это приводит к повышенным требованиям по точности. Требование по точности для углеродного цикла гораздо выше, чем для каких-то других диафизических измерений. Это очень серьезный аспект, связан, во-первых, с этим малым ингредиентом, во-вторых, вообще с неким, как мы скоро увидим, общим балансом потоков углерода в земной системе. Ну и, соответственно, когда мы начинаем писать закон сохранения массы для данного газа, он имеет вид, ну, по сути, это уравнение о четырех переменных, о четырех слагаемых. В левой части у нас стоит масса углекислого газа в атмосфере, которая пропорциональна концентрации, ну и, соответственно, ее изменения тоже пропорциональна концентрации. Внешние эмиссии могут быть антроподенные, могут быть какие-то, скажем, диалогические эмиссии и поглощение двумя, естественно, резервуарами. Суши, Лэнд и Атьяна Мошен. В принципе, здесь еще хорошо бы приписать горизонтальный вертикальный перенос. Он важен на быстром масштабе по времени, скажем, до суток, суток, может быть, до месяца. Горизонтальный масштаб также важен на сезонном масштабе, но на межгидовом, в общем-то, он уже особой роли-то и не играет. Это слагаемое просто пренебрежимое мало по сравнению с этими четырьмя, которые я все-таки выписал. И вот по поводу сбалансированности потоков. Здесь представлена схема, общая схема углеродного цикла из моей статьи, которую я публиковал несколько лет назад. И что я тут хотел бы выделить? Ну, во-первых, самый большой поток, если мы берем именно поток, ну, как бы поток единичный, то это фотосинтез растительности. Он составляет порядка 100, сейчас 130 мегатонн, гигатонн, извините, углерода элементарного в год. И где-то процентов на 15 вырос относительно того, что было бы в индустриальной эпохе. Это в основном эффект прямого влияния накопления СО2 в атмосферу. И есть почему-то очень такая распространенная методическая ошибка, что говорят, вот видите, вот фотосинтез самый большой поток, все остальное, ну, например, дропогенные эмиссии, вот они. Ежегодно-ископаемое топливо, там, по современным оценкам, сейчас они же побольше, чем 9,3, ну, скажем, там, 10 небольших. Землепользование еще там, то ли гигатонна, может быть, 2 гигатонна углерода в год. Действительно, у нас, по сравнению с фотосинтезом, различия на порядок. Но, ведь все естественные потоки, они за много, уж по крайней мере, сотен миллионов существований современной наземной, имеется в виду наземной жизни, стали более-менее сбалансированы. И вот эти вот 125 гигатонн углерода в год фотосинтеза, примерно, ну, практически полностью, видите, вот здесь 118 гигатонн углерода в год, балансируете дыханием экосистем, а именно собственным дыханием растений и разложением органики почвы. Разница уже вовсе не 125 гигатонн, разница уже не 100 чем-то гигатонн углерода в год, а всего-навсего 5, из которой еще примерно полторы гигатонна съедать природными пожарами. В результате у нас получается величина не только что сравнимая с антропогенными эмиссиями, вообще говоря, заметно меньше ее. Так что суммарный поток в суше, это вот по современным оценкам, сейчас они чуть-чуть в последнем очете IPCC уменьшены вниз, но не принципиально. Тут вот написано 3,1 плюс-минус 0,9, сейчас 2,5 плюс-минус, по-моему, 0,6. Я нацепку не помню, хоть один из авторов этой главы. Прошу меня за это извинить. То же самое и с Эклианом. В Эклиане есть регионы, где идет поглощение углетислого газа средой океанической, и интенсивность составляет по разным оценкам 80-90 гигатонн углерода в год. И, кстати говоря, он тоже заметно где-то примерно на треть от первоначального значения возросло за индустриальный период. Вот, видите, был 60, стало 20 гигатонн углерода в год. Но опять-таки, эти регионы в основном это средние широты северного и южного полушария балансируются регионами океанического аутгастинга практически полностью. Аутгастинг составляет 78 гигатонн углерода в год. Разница, опять-таки, всего-навсего 200 небольших гигатонн. Она, кстати говоря, тоже в шестом отчете несколько пересмотрена в нижнюю сторону. Это самые регионы тропиков, это регионы Южного океана. И это, на самом деле, опять же, не просто так, потому что все возмущения углеродного цикла, они накладываются на его доиндустриальное функционирование, не все антропадемные возмущения. А доиндустриальный углеродный цикл, он был достаточно хорошо сбалансирован. И это лучше всего, кстати говоря, видно по данным ледового бурения. Просто там СО2 находится в пузырьках воздуха, в мороженых в лед. Там, конечно, есть проблемы с датировками, но они не принципиальны для данной задачи. И там изменения СО2, если брать за последние 8 тысяч лет до начала индустриального периода, это где-то от 276 частиц на миллион до 282 или 3 частиц на миллион. То есть вариаций существенно меньше, чем то, что мы имеем сейчас, потому что за последний год среднее годовое значение уже достигло 415 частиц на миллион. Вот, по крайней мере, за период не только что голоцена, даже всего плейстоцена, то есть когда начали формироваться ледовые щиты и развиваться ледниковые циклы последние 21 миллион лет назад, вот точно не было такой концентрации СО2. Это уже установлено абсолютно достоверно. Если говорить о запасах, значит, самый большой запас углерода в океане это глубокий океан, примерно 37 тысяч гигатон углерода элементарного. И вот, кстати говоря, тоже очень часто от океанологов приходится слышать, что вы видите, все остальное ерунда, потому что все остальные запасы меньше. Это запасы, безусловно, меньше, конечно, остальные, но сама стратификация океана устроена так, что вот эти вот 37 тысяч гигатон углерода практически выведены из активного углеродного обмена сейчас. С обменом и активно обменивается верхний перемешанный слой, а в нем чуть меньше тысячи гигатон углерода. Вот тысяча гигатон углерода уже сравнимо с тем, что находится в атмосфере. Сейчас это примерно 850 гигатон углерода. В общем-то, величина почти равна. И сравнимо с тем, что это растительница. По разным оценкам в ней находится 450, от 450 до 650 гигатон углерода. Причем изменения, вот если океан, понятно, что он за индустриальный период поглощал углерод, то изменения в растительнице не очевидны, поскольку там есть два компенсирующих эффекта. Один – это фертилизация растений, накопление СО2 в атмосфере. Второй – это вырубка растений для землепользования. И третий, не очень понятный даже по знаку климата, это влияние климатических изменений на состояние растений. Он регионально, как правило, понятен, но на глобальном уровне он не очень хорошо понятен. И в почве еще находится, опять же, величина существенная больше, чем в верхнем перемешанном сокеане, от 1500 до примерно 2500 гигатон углерода по разным оценкам. Почему такой большой разброс? Потому что это действительно величина, которая очень плохо определяется по данным измерениям. Так вот, теперь давайте перейдем к процессу. Что мы хорошо знаем и что мы знаем плохо? Вот процесс, который, по сути, определяет вообще поглощение наземными экосистемами СО2 атмосферы – это эффект фертилизации фотосинтеза за счет накопления СО2 в атмосфере. Он известен достаточно хорошо. Были специальные эксперименты. Они называли, получили аббриатуру FACE, что означает F, вот F уже не помню, и это воздух, и это C, это карбон и enrichment. То есть это специальный эксперимент, когда были такие делянки растительные, они в таких полуестественных условиях, то есть они росли как бы в естественной почве, но специально там либо контролировалась температура специальным образом, либо контролировалась на этих делянках содержание СО2 и смотрелось влияние на биопродуктивность. Вот он известен более-менее хорошо в результате. Он известен по, по крайней мере, по таким группам растений основным. И выглядит он вот так вот, эффект фертилизации. Он при малых СО2, вот это, скажем, по точке компенсации, это примерно 70-80 частиц на миллион. Она гораздо ниже, даже до индустриального значения. Вот где-то до конца индустриального периода, в начале индустриального периода, наклон это кривой достаточно большой, сейчас она уже выходит на насыщение. Это внутренняя для листа концентрация, она связана с внешней, но так не очень жесткой, я бы так сказал. Но в целом вот такой выход на насыщение следует, он уже, в принципе, проявляется у ряда растений, и поэтому говорить о том, что СО2 увеличит фотосинтез, ну да, увеличивает, но уже гораздо слабее, чем он увеличивал, например, на протяжении 20 века. Несмотря на то, что скорость накопления СО2 как бы возросла. Зато чувствительность растений к этому эффекту уже ослабла. Второе, это зависимость, интенсивность фотосинтеза от состояния климата. Ну, это, в общем-то, эффект вроде как бы очевиден, потому что мы все понимаем, что тропические растения не растут, в тайге. Таежные растения, наоборот, погибают в тропиках. Им нужно соответствовать, всем растениям нужны соответствующие биоклиматические условия. Он для отдельных растений известен хорошо. И даже более-менее понятно на региональном уровне, к чему приведут те или иные изменения относительно состояния фотосинтеза. Если мы берем не тропические широты, то здесь понятно, что любое удлинение амбелляционного периода растений будет во благо. В тропиках, где, кстати говоря, как видите, основной фотосинтез средоточен, вот мы, красные и желтые области. Это в граммах у евро на квадратный метр в год. Скорее наоборот, там уже и так растения живут в условиях значительного теплового стресса, и вряд ли стоит их этому стрессу дополнительно подвергать. Мало того, у растений есть свойство акклиматизации. Оно проявляется как на генетическом уровне, правда, естественно, это очень медленный процесс, требующий смены поколения, а у растительного процесс смены очень медленный. Так и на уровне уже существующих растений, потому что они в разные годы, например, разные тонкие корни отращивают, если им необходимо больше влади получать из почвы. Но вот этот эффект акклиматизации, он вообще говоря известен очень плохо. Далее, как я уже сказал, идет компенсация фотосинтеза за счет автотрофного и детротрофного дыхания, то есть за счет собственного дыхания растений и за счет разложения органики почвы в результате микробной деятельности. Вот эти величины тоже зависят от климата, состояния климата, от температуры, такая вот экспоненциальная, здесь, правда, она потом так вот как бы загибается немножко вниз. Зависимость это, ну, как часто бывает и не только в биохимии, а вообще в химии вообще подчиняется закону а-ля закону Арениуса и иметь экспоненциальный по температуре вид. Единственное, что в экосистемных задачах часто его выражают в эту экспоненту в виде такого показателя Q10, который обозначает, насколько меняется поток данный при изменении температуры на 10 градусов Цельсия. Вот типично берут для почвы двойку, хотя эти коэффициенты известны плохо. Темный также вопрос в зависимости от влагосодержания. При этом влагосодержание имеется в виду относительно как бы полного объема почвы. А влага, естественно, может быть только в ее порах, вообще-то говоря, если мы там всякие внутренние резервуары забыли про них. Вот порость из типичной почвы, это чуть меньше 0,4. Как раз в районе нее находится максимум. Справа находится почва богатой органикой, торфы, слева типичная минеральная почва, там пески, сувлинки. И поэтому даже в какую сторону изменится дыхание при данном изменении влажности, вообще-то сильно зависит от типа почв, а они в свою очередь подвержены весьма заметному пространственному вариации. Еще один аспект, который он, кстати говоря, явно непосредственно отношение к спутниковым данным, это зависимость интенсивности фотосинтеза от фотосинтетической активной радиации и доли нерассеянной радиации. От интенсивности фарта все понятно, больше фотосинтеза, меньше фотосинтеза, а вот доля рассеянной радиации связана с тем, что рассеянная радиация более изотропна, чем прямой луч солнечной. Соответственно, она лучше проникает вглубь листвы и лучше, как бы, и потенциально способный увеличивать фотосинтез низких изначально затененных листьев. Вообще вся вся эта деятельность началась с того, что после извержения пенотуба в Гарвардском лесу за счет наземных измерений промерили радиацию и обратили внимание, что после пенотуба вообще накопление сюда в атмосфере заметно замедлилось, несмотря на то, что инистицы были примерно такие, внешние, по крайней мере, антропогенные, были примерно такие же, как и предыдущие годы. То есть сразу вопрос о естественных резервуарах. Океан реагирует медленно, поэтому он сразу отпал. естественный вариант от наземной экосистемы. Тогда появилась идея о рассеянной радиации. Стали вставлять какие-то грубые, правда, модели переноса радиации в листве. И вот, на самом деле результаты такие достаточно противоречивые. Они до сих пор противоречивы. Вот это вот первая такая работа была модель экосистем, которая включена, кстати говоря, в английскую климатическую модель сейчас называется UKESM. Вот тут действительно вклад диффузной радиации в поток видны как распитки после вулканчика движения. 1991 год Пенатуба, 1982 год это был Эль Чичон и там 1964 Агунг. В модели ВМРАН тоже это похожая работа делов, но правда делов в связи с задачей, даже не задачей, в связи с фантазией геоинженерии, правильно так говорить. попытка скомпенсировать изменение климата за счет рассеивания, искусственного рассеивания аэрозолей в стратосфере, который рассеивает солнечную радиацию. У них вроде знак изменения тот же, что и в джулс, но эффект гораздо более слабый. Там совсем не до примерно полутора-двух гигатон углеродов в год у них максимум 0,5. В других моделях совершенно результаты обратные. Я привел два примера, которые просто у них самые понятные иллюстрации, я бы так сказал. Вот одна модель это гамбургская модель климатическая. Тут действительно в соответствии с наблюдениями тоже после пенотуба и они дополнительные извержения тамбора, не тамбора, извините, неизвестного вулкана в середине 13 века. Это вообще было самое сильное извержение за исторический период. У них опять же знак отклика атмосферного СО2 на извержение правильный, депенотуба он даже правильный количественно, но совершенно другим механизмом все реализуется просто за счет температурного подавления и разложения органики почек. И подобный эффект был в модели институт физики атмосферы. Это работа, которая была мной опубликована уже почти 10 лет назад. За счет геоинженерии у нас точно так же, несмотря на увеличение доли фотосинтетической радиации, фотосинтеза даже подавляется. Вот этот пунктир по сравнению со сплошной линией. связано с тем, что вообще говоря, доля радиации увеличивается фотосинтетической, но при этом общая интенсивность фара заметно при этом уменьшается. еще один важный аспект углеродного цикла это природный пожар. И вот тут как раз спутниковые данные, они уже сейчас крайне полезны, я думаю, что будут еще более полезны в будущем. Ну, во-первых, это важный аспект с точки зрения атмосферной химии, и тут опять-таки, наверное, спутниковые данные могли бы быть полезны. Выделяет СО2, угарный газ, метан, запись азота, сернистый газ и аэрозоли, там разного типа, много чего выделяется. С другой стороны, освобождаются гари, кстати говоря, их, наверное, тоже можно было бы, спутниковые данные, они там в старом своем формате как раз по гарям пожары идентифицировали. И это территория для колонизации молодыми растениями. Вот это вот карта доля площади выгорания в год. Вот то, что называется повторяемость пожаров, это обратная величина, вот это вот burn fraction, еще деленное на 100, чтобы проценты вдоль перевести. И вот основное выгорание, чуть ли не там двухкратное, чуть ли не повторение пожара раз в два года, это тропики, видите, может быть, там в 10 лет. у нас даже в Южной Тайде и в Степи это по порядку 100-200 лет, в Северной Тайде там вообще несколько сотен лет, так что это практически неизмеряемое с учетом того, какой длины у нас выборка величина. Ну и соответственно эмиссии, вот те самые полторы дикатонны углерода в год, они идут в основном из тропиков. Из территории России идет какие-то крохи, там порядка 10% относительно общей интенсивности эмиссии. И вот как это моделем воспроизводится. Если общий углеродный цикл, моделем еще как-то худо-бедно воспроизводится, то вот часть связана с природным пожаром, это просто беда. Вот это вот сколько у нас здесь получается, 9 моделей предыдущего уже поколения, СМИ-5, потому что это был отчет IPC, который вышел в 2013 году. Вот это поколение моделей. Разные сверху доли выгорания, справа глобальная, справа глобальная, внизу глобальная миссия и три сценария антропогенного воздействия. Они до 2005 года вообще идентичны друг к другу, поэтому левая часть картинок похожа друг на другу, справа они начинают различаться. Давайте сейчас говорить не о сценариях, не о том, что нас ждет, а просто посмотрим на тот межмодельный разброс, который дается даже для исторического периода, чего же там говорить о будущем. Ну, тут, конечно, как говорят народ, тапками кидаться не следует, потому что действительно это молодая область исследований, все это развивается, в общем-то, еще там 10 лет назад ситуация была еще хуже, чем опубликована в данной работе 2017 года. В нынешнем поколении уже она стала чуть-чуть получше, хотя, в общем, тоже, скажем, прямо далека от идеальной. Но скорее в природных пожарах от спутниковых данных можно ожидать наибольшего прогресса, в том числе и для того, чтобы не только сравнивать модели с наблюдениями, для того, чтобы в моделях проводить задания каких-то параметров, настройку модели в том числе. Далее океаническая часть цикла, это вот для полноты я тоже должен о ней сказать, хотя ну там тоже спутники тоже по-своему полезны за счет определения хлорофилла океанического, как он вообще вычисляется в моделях поток в океан наденется площадью. Это разница парциальных давлений СО2 в атмосфере и в океане умножить на коэффициент растворимости, который зависит от температуры, сильнее всего вот она зависит, и чуть-чуть видите от солености, но в общем-то вторая зависимость слабая, и коэффициент газообмена, который зависит от скорости ветра и вообще говоря еще стратификации нижнего слоя атмосферы. Так вот, если у нас мы берем то, что у нас поглощается в среднем по океану 2 гигатон углерода в год, то это означает, что средняя по по глобусу разница парциальных давлений между атмосферой она всего-то на всего 6-8 частиц на миллион. То есть, опять-таки, это порядка процента от того, что мы имеем в атмосфере, опять-таки, мы должны иметь измерение высокой точки, правда, они тут более-менее достижимы за счет уже существующего достаточно хорошего флота автоматических таких вот измеряющих станций. На самом деле океан он бы ничего не поглощал бы, если бы после попадания в СО2 в океан он не включался бы в химический цикл, так сказать, карбонатный цикл океана, когда сначала газ растворяется в связывается с водой, разваливается вот эта связь на ион водорода ион-бикарбонат HCO3 и, наконец, ион-бикарбонат потенциально может развалиться на ион водорода дальше и ион уже к собственному карбонату. От того, где эта химическая цепочка в реальности находится, зависит от того, что он называет затисленностью океана, сейчас это порядка 8,2 если берем средне-глобальную, и это приводит к тому, что доминирует вот этот состав ион водорода и HCO3 на минус. Кстати говоря, при увеличении, при стесении океана сначала мы будем смещаться в сторону максимума HCO3, это вообще говоря только а потом в сторону резкого уменьшения. Вот сначала это будет некоторое улучшение для поглощения океаном CO2, а на вот этой ветви это будет заметное ухудшение. И вот как происходит поглощение сейчас. И то, о чем я говорил, видите, поглощение это синие области, вот они средние широты обоих полушарий, тропики в основном это алгасинг за счет того, что здесь идет крупномасштабное поднятие водных масс и апвеллинг и соответственно вынос к поверхности богатого углеродом воды. Очень неустойчивый относительно знака изменения ситуации в Южном океане. Сейчас он чуть-чуть выделяет в ледниковом максимуме, как считается, поглощал, но и вот это выделение и его интенсивность и даже знак изменения очень сильно зависит от того, например, как будут меняться ветровые условия в Южном океане это вещь, которая не очень хорошо предсказывается современными моделями. Ну и вот если мы теперь придем собственно говоря к моделированию, то тут надо понимать, что у нас любое моделирование оно характеризуется рядом неопределенностей. И обычно выделяют джентльменский набор это структуру неопределенности, параметрическую неопределенностью, когда сама структура модели там учет или не учет тех или иных процессов влияет на то, что мы там предсказываем. Значение параметров, значение начальных данных еще внешний сценарий хорошим должен быть. Но внешний сценарий имеется в виду сценарий антроподенных эмиссий мы сейчас рассматривать не будем, потому что ясно, что для углеродного цикла он вообще принципиальный. А вот если мы берем только естественные процессы, естественные процессы, представленные в искусственных моделях, то основной эффект неопределенности от структуры моделей, связанных прежде тем, что где-то в моделях учитываются природные пожары, где-то не учитываются. В среде природных пожаров всего фактически две модели, могу сказать, что одна из них наша, учитывает торфяные пожары. Вот все это естественно приводит к тому, что прогнозы будущие, даже при одном и том же воздействии, даже при одном и том же измене климата, который вообще с эмиссием тоже связан, не то чтобы неоднозначно, но у этих моделей тоже есть разная климатическая чувствительность. Вот даже если мы это забудем, все равно приводят к такой разнице прогноза углеродного цикла. Еще более тонкий вопрос, это взаимодействие углеродного цикла с другим биохимическим циклом, азотным и фосфорным. Потому что углеродный цикл существует не сам по себе, он существует в рамках физиологии растений, растениям необходим азот, фосфор, вообще другие элементы еще необходимы. Основной эффект это фосфорный цикл в тропиках и азотный цикл вне тропиках. Помимо этого, еще заметные по моим наблюдениям неопределенность прогноза связаны с тем, что само описание растительности в моделях не стандартизовано. Вот эти все там сотни тысяч видов, которые учитываются в моделях, невозможно засунуть в модель земной системы. невозможно данных нет и непонятно как это делать. Поэтому их вводят обычно функциональные типы растить. Скажем, всю тайгу, вся тайга, темно-синий цвет, она скромно названа Needleleaf Evergreen Trees. Тут у нас и ели, и сосны разных типов, все на свете. Вот тропика, где вообще видов очень много, видите, вообще все скромно названо Broadleaf Evergreen Trees. И вот это тоже приводит с одной стороны к загрублению системы, а с другой стороны вот эта сама классификация, она разная, немного разная в разных моделях. И это тоже дает некую неопределенность. Плюс ко всему, и вот тут спутниковые данные потенциально очень полезны, это значение параметров модельных, которые управляют всеми вот этими процессами. И третье это задание начальных данных, по крайней мере для настоящих моделей, для современных моделей и для прогнозов на хотя бы пару десятилетий не очень велик. И это в общем-то радует, потому что вообще по этим начальным данным тоже огромное неопределенность. И вот теперь я хотел бы остановиться, пожалуй, вообще почему углеродный цикл помимо поглощения возник, потому что вообще говоря, это поглощение еще зависит от климата и обеспечивает обратную связь. Значит, что это такое? Ясно, что вот эти потоки, дыхание растений, фотосинтез, разложение органики почвы, природные пожары, все это зависит от состояния климата. И к сожалению, пока вот в явном виде измерять это не умеют, параметры вот взаимодействия, но умеют смотреть по моделям. Как это все делается? берется сценарий внешних эмиссий, какой-нибудь, неважно какой, сейчас, поскольку сегодня приводит примерно к похожим результатам в рамках одной и той же модели, по крайней мере. Один эксперимент делается с полной моделью, а другой с моделью, в которой климат влияет на на в которой климат реагирует на содержание СО2 в атмосфере, а углеродный цикл понимает только прямые эффекты, скажем, вот той балк формули от изменения парциального давления СО2 над океаном или влияние прямого эффекта фотосинтеза на эффекта СО2 на фотосинтез растений. А изменения климат сопровождающей они как бы в углеродный цикл не идут. И вот параметром обратной связи называется отношение приростов концентрации в полном эксперименте и в эксперименте с односторонней такой связью. Еще иногда используют коэффициент усиления. Я бы говорить не стал бы, если бы не одно но. Люди знакомые с радиофизикой знают, что вообще говоря, в радиофизике параметры обратной связи коэффициент усиления определяются аккуратно обратным образом. А основатели когда переносили на климат в начале 80-х годов это был Джим Халсон, очень известный американец. Вот что-то товарищ напутал. Теперь в моделировании климата мы живем с не очень удачными определениями, но мы уже к ним привыкли. Я всегда в своих докладах отмечаю это различие. Приходится с этим жить. Так вот, если у нас так определенные параметры обратной связи больше единицы, это означает, что коэффициент усиления положительный, то при СО2 подавляется поглощение естественными резервуарами, соответственно, накопление в атмосфере еще больше увеличивается и сопутствующие с день климата, наверное, тоже еще больше увеличивается. Если же у нас F меньше единицы, то мы имеем отрицательную обратную связь. И вот что получается по современной модели, это уже поколение последнего отчета IPCC, вот это прямые эффекты, те самые, которые учитываются только в моделях с односторонней обратной связью. Здесь это потоки. И накопление СО2 в атмосфере поток, как видите, увеличит, везде коэффициенты положительные. Они пространства неоднородные, но в знаках по крайней мере более-менее понятен. Это означает, что вот этот эффект прямой, он как бы обеспечивает отрицательную обратную связь, потому что поток увеличивается. А вот климатические эффекты, они гораздо более интересны даже по знаку. В большинстве регионов, видите, это тропики, там, где основной фотосинтез, это северная Атлантика, там, где основное поглощение океана, климатический эффект отрицательный. то есть, климат меняется так, что потоки в естественные резервы подавляются и накопление в атмосфере увеличивается. В других регионах, ну, вот они в этой проекции вроде большие, хотя мы еще со школы все знаем, что на самом деле это не совсем так, в смысле проекция этот регион растягивает, вроде бы поток усиливается. Над сушей, в том числе и над Россией, там, Канада, это там связано с удлинением мегалитационного периода при потеплении, в Арктике это связано с тем, что уходит лед и начинается поглощение более интенсивное океаном CO2, но на глобальном уровне доминируют вот эти вот области, тропики и Атлантика, поэтому и там, и там, поэтому глобальном уровне положительная обратная связь между климатом и юровым циклом по изменению климата доказывается положительной и изменения климата на глобальном уровне влияют так, что потоки и в океан и в наземных систем подавляются и, соответственно, у нас с вами накопление в атмосфере еще больше увеличивается. А вот это вот оценка потоков потоков коэффициент обратной связи в опять же современных моделях поколения 6. Тут, кстати говоря, вот СМИП-6 это поколение последнего отчета, которые не штрихованные, просто закрашенные столбики, штрихованные столбики это поколение предыдущего отчета. В общем-то, видно, что они сами по себе, вот прямые эффекты, они уже известны достаточно хорошо, в общем-то, это и понятно. Я как раз начал с того, что они известны хорошо. И они, конечно, для отдельных моделей они поменялись заметно, но в целом на уровне такого ансамбля они, в общем-то, поменялись не бог весть как. Но заметно ослабился косвенный климатический эффект, видите, вот они, вот это вот, особенно на суши. Доклянм они тоже достаточно хорошо уже известны и понятны. Там есть не очень понятный эффект связанный с эффектом циркуляции океана, но он очень медленный и поэтому его на великом масштабе просто не увидишь. А интегрируется, как правило, до конца этого столетия. Так вот, заметно изменилась коэффициент обратной связи над суши по климату. Видите, он стал меньше, ну это так, наверное, на вид среднего по ансамблю в два раза. С чем это связано? С тем, что сейчас есть в предыдущем поколении была всего одна модель, которая учитывала ограничения фотосинтеза и вообще губерного цикла азота, то сейчас в общем-то таких моделей примерно то ли две трети, то ли даже четыре пятых от общего количества. Но зато появился фосфорный цикл, который сейчас всего в одной модели учитывается, а в остальных не учитывается никак. Помимо этого есть еще достаточно хорошо известный эффект, но не очень хорошо учитываем в моделях это подавление фотосинтеза приземном внутри, и менее известный, но тоже регионально важный эффект, в том числе на юго-востоке Азии, подавление фотосинтеза приземным содержанием сернистого газа. На этом я, наверное, с углеродным циклом закончу и перейду к метановому. Метановый цикл, значит, как и СО2, он достаточно хорошо перемешан в атмосфере, достаточно хорошо, потому что если у СО2 время жизни там интегральное порядка сотни лет, то у метана порядка десяти лет, поэтому в тропосфере и, в общем, даже по горизонтали он более-менее перемешан. Но есть очень важная штука, это межполярный перепад, сейчас он порядка чуть меньше, чем сотни частиц на миллиард, но это, видите, где-то примерно одна, это где-то примерно там 2-3% от среднего значения, то есть он небольшой, но он очень важный с точки зрения диагностики происходящей зоны, потому что выясняется, что этот перепад, например, очень много позволяет судить о том, как были устроены источники метана в палевой эпохе. А вот это вот ну практически данные шестого отчета МГИК, поскольку они там чуть-чуть в видеизменный вид, только пошли туда, бюджета метана глобального проекта с Глобом Мефенбатшн за почти последние десятилетия, давайте так говорить. Значит, что здесь, что? Во-первых, здесь есть два типа оценок, и они имеют отношение к спутниковым данным и данным зондирования вообще. Значит, есть то, что называется bottom-up view. Это либо точечные измерения, которые проводятся непосредственно, где они проводятся, либо это прямые прогоны с моделями вперед по времени. Есть top-down. Top-down это, как правило, решение обратной задачи с моделями химии, атмосферы и переноса в ней. Решение обратной задачи делается в том виде, что модель оптимизируются источники с поверхности до тех пор, пока она при заданной и реалистичной метеорологии, реалистичной, потому что метеорология задается, как правило, по данным реанализа, который почти наблюдение, в смысле ветра. Результаты расчетов не начинают согласовываться с данными измерения концентрации, в данном случае метана, а вообще говоря, и других веществ по каким-то субстанциям. Вот это очень мощный метод выясняет, что точечные оценки хороши на каком-то локальном уровне, но уже на субконтинентальном уровне, за счет того, что измерений очень мало точечных, вот эти топ-даун оценки, они гораздо более предпочтительны, тем более они предпочтительны на глобальном уровне. Так вот, общая интенсивность потоков естественных сейчас, это порядка 230 мегатонн метана в год, если мы берем bottom-up, и 160, которыми как-то они представляются более вменяемыми, ой, извините, это в южной зоне, в южном полушарии плюс тропики, вот это не тропики, северном полушарии, и вот наконец 60-90 норда, это тропики. глобально порядка полной источники естественной порядка 300, извините, ошибся я в предыдущих фразах, порядка 300 мегатонн метана в год. Примерно столько же дают антропогенные, причем из них две трети от сельскохозяйства и хранения отходов, прямо половина этой величины это те самые коровки, о которых постоянно говорят, еще примерно половина это свалки. А вот это все процессы связаны с копаемым топливом, иначе говоря, его добыча, транспортировка и использование. Среди естественных источников основной эффект это болото и вообще влажная экосистема, видите, от 150 до примерно 200 мегатонн метана в год, меньше это биомасса и сжигание биомассы и биотоплива он даже раскрашен в такой переходящий тет, потому что поток наполовину антропоген, наполовину естественный. И вот то, что здесь названо другими естественными миссиями, ведь тут вообще огромный разброс, это самая большая неопределенность в бюджете метана по топ-дауну 37 мегатонн метана в год по bottom-up это больше 200, видите, то есть различия почти что на порядок. Но правда надо сказать, что у нас же поскольку накопление метана по-любому гораздо медленнее идет в атмосфере, чем все источники, то в результате у нас должен быть примерный баланс. Накопление скорости накопления метана примерно известны. Это где-то порядка 10 мегатонн метана в год. Так вот если мы берем топ-даун источники, которые решение обратной задачи, у них разбаланс между источниками и стоками 20 мегатонн метана, но это конечно больше чем 10, но больше всего два раза. А вот для топ-дауна это вообще безобразно. Разница больше сотни мегатонн метана в год. И вот эти разницы между сотней и 90 мегатонн метана в год его естественно запихивают в неопределенность измерения, но надо понимать, что это безобразие. так вот опять-таки тут спутниковые данные мы увидим могут быть крайне полезны. Еще один аспект, поскольку основной источник метана естественно это болото, то соответственно о нем хорошо поговорить поподробнее. Дело в том, что в болотах происходит анаэробное оттисление, анаэробное производство метана и аэробное его оттисление, поэтому во-первых влияет уровень грунтовых вод, которые обеспечивают ту самую анаэробность, во-вторых изменение самих площади болот, но оно правда очень медленно происходит, и наконец температурный эффект и производство, которое обычно выражают тем самым параметром Q10. Вот этот Q10 он известен с очень плохой точностью от полутора до семерки в разных публикациях. Это частично связано с тем, что на самом деле не очень хорошо контролируются условия по влаге. Еще один важный аспект, и он связан с тем, что у нас при достаточно интенсивных эмиссиях примерно там с середины 90-х годов по середине нулевых метан менялся в атмосфере как-то не очень сильно. Вот здесь особенно хорошо видно на скорости его роста. Вот тут, кстати говоря, как раз то самое меж полярный почти перепад оказался полезен. Так вот, анализ там меж перепада полярного изотопного состава, он говорит, что скорее всего эффект был из-за уменьшения антроподенных и несимметанов в атмосферу в 90-е годы, вот оно, вот это резкое уменьшение, а в конце этого периода ослабление метановолота, потому что сжигание биомассы оно интегрально как не очень сказалось. На самом деле данные по сжиганию биомассы они постоянно пересматриваются и вопрос вот этот результат в том числе вот эта работа они сильно дискуссионны. Наконец, подобно тому, как это сделано было для CO2, можно ввести и параметры обратной связи между климатом и метановым циклом. Этот был сделан как раз в работе нашей группы, вот эта последняя работа из этого цикла по времени сейчас на данный момент. Вот что получается, вот если мы берем само сдержание метана, то эффект вроде бы взаимодействия с климатом и метаном сильного, там видите, накопление где-то там на 15-20 процентов увеличить. Вот это вот разные сценарии антропогенного воздействия, разные цвета, а разные типы линий это разные значит наши параметаризации у такие простые для атмосферных химии. А вот для температуры она вообще фактически нулевает этот эффект. Но это на самом деле связано с тем, что вот эти дополнительные эмиссии метана они накладываются, во-первых, на уже существующие сильные эмиссии метана, антроподина, во-вторых, еще на больший эффект СО2. И поэтому в температуре уже из-за того, что там зависит от рационного форсинга сублинейная, эффект слабый. В принципе, похожий эффект, вот скажем, ВВМ были получены. Несколько отличается от такой упрощенный модель имиджен центра Хедли, но у них это все следствие двух эффектов очень сильной чувствительности климата к вообще коллекционному форсингу и очень сильной чувствительности несемитана болот, а болот к изменениям климата. На самом деле, сейчас еще есть один такой горячий топик, это влияние таянии вечной мерзлоты, это то, на чем очень много спекулируют и работы много, но вот самая, пожалуй, меняемая была опубликована примерно 10 лет назад с Томсом Шнайдером фундаймлингом. Он учел таянии мерзлоты, учел на самом деле еще развитие термокарста и я не буду сейчас подробно рассказывать, потому что в общем-то это наверное не надо. Вот получилось, что эффект достаточно слабый, но надо сказать у него слабый, в других моделях он сильный, особенно если сценарий внешних эмиссий не очень значительный и поэтому тоже вопрос как минимум дискуссионный. Ну вот теперь давайте наконец перейдем к спутниковому зондированию, что наверное в данном случае аудитории наиболее интересно. Для чего могут быть спутниковые данные полезны? Опять-таки я говорю не с точки зрения что можно сделать в данный момент. От точки зрения что-то мне хотелось бы видеть от данных как модельеру, как пользователю. Первое это выделение типов экосистем. и в принципе сейчас это делается уже по практически рутинном уровне. Ну вот классический вариант это данные спутника МОДИС обещают что там чуть ли не с полупилометровым разрешением по горизонтали все происходит. Насмотрят Альбедо в семиспектральных интервалах плюс накладывают спутниковые данные ДВИ делают статистическую модель которая калибруется по подспутниковым кстати говоря измерениям и получает вот такую вот картину тип показана доля деревьев в общем так сказать в общем покрытии листвой остатки это травы и кустов но я вам могу сказать что я с этим работал лично и там проблем выше крыши потому что иногда типы экосистем определяются неправильно ну вот у меня например был такой случай когда я под нашу модель строил маску тип экосистем и у меня был совершенно анекдотичная ситуация что в западной Сибири там где у нас крупнейший болотный комплекс в отдельных точках тип который был заявлен пермит вэтланд определялся вот он первые три года был потом на два года исчез потом на еще на два года появился тогда было всего 7 лет доступно когда этим занимался ну я вот затрудняюсь сказать в чем здесь проблема в алгоритме или еще в чем-то моя депутация в том что скорее всего болото зарастало лесом алгоритм не очень хорошо определяет облесенное болото в том смысле как он смешает болото львить еще один важный момент это то что можете коснулись это нормализованная индивиаль индивиаль который знает все растения все специалисты по растениям значит и все специалисты по спутниковым данным определяется он как отношение интенсивности в ближнем фракрасном диапазоне в красном области спектра вот такой мир минус ред деленный на мир просто существуют известные калибровочные калибровочные схемы ну вот как это все делается по спутникам опять же там обязательно строится композитная модель по сути статистическая проблема является то что что не очень хорошо он соответствует реальной растения там даже есть не монотонность поэтому был предложен еще один индекс называется Y отличается тем что знаменатель вместо нир плюс ред ставится нир плюс ред на нити коэффициент а вот тут у меня ошибка прошу прощения должен быть не ред а blue изучение в синей области как раз это там где то излучает хлорофиль вроде бы он получше но почему-то он особого применения до сих пор не находит почему если честно я даже трудно сказать очень полезным полезными могут быть да и уже являются что же там говорит для для измерения стержания парниковых газов пионером в этом деле был спутник прибор ГАСАТ собственно говоря это был спутник целый гринхаус газ обзор сетилай измерения проводились в термическом и ближнем фракрасном диапазоне в четырех спектральных этих самых линиях отдельно приходилось выбирать только безоблачные пиксели ну и плюс на это все накладывается то как устроена орбита этого прибора вот там приводило к тому что собственно говоря регистрация данных была как на верхней картинке видите отдельными такими полосами после этого проводилась пространство нарполяции вот ее результаты а вот это ее неопределенность при тех или иных предположениях о том как вот эти аномалии связаны по пространскому правилу там просто брались экспоненциальные нафтокорреляционные функции пространства но с этим с этой проблемой наверное вообще в ближайшее время ты не избавишься мы же не можем постоянно спутниками измерять хорошо что вот такая-то возможность появилась потом был запущен спутник еще ОСО-2 он отличался тем что во-первых смотрел в разных спектральных диапазонах может даже значит проводить измерения в том числе в отраженном значит лунном свете но его также приходится калибровать вот это вот под спутниками вот эта вот система станции измерения спутниковых газов в атмосфере Тосиком запущена у меня чуть наползла картинка прошу прощения в июле 2014 года и вот собственно говоря сравнение между спутниками ОСО-2 и ГАСАТ у них примерно одинаковая высота орбиты у ГАСАТа заметно хуже пространственное разрешение но правда я не уверен что это приводит к улучшению качества данных период обращения тоже близкий другой вопрос что количество орбит в самом ОСО-2 за период гораздо больше докапливается так вот вот это вот разница между ними для 4 месяцев 2016 года января апреля июля и октября вот в среднем ОСО дает ОСО-2 дает больше значений хотя и среди с отрицательными разницами и в среднем где-то на 2 частицы на миллион 2 частицы на миллион это на самом деле характерный рост СО-2 за год то есть вообще говоря это не очень хорошая точность скажем прямо если их сравнить с той самой базой данных наземных измерений выясняется что систематическая ошибка вот эта она для Гасата упорно отрицательна при стандартном отклонении порядка 2 с небольшим частиц на миллион а для ОСО в целом положительно то есть по всей видимости правда где-то между ОСО-2 и Гасатом лежит если брать за граунд труб как говорят по-английски наземные измерения точно таким же образом ну не точно таким же образом сейчас делается мониторинг и других парниковый газ прежде всего метан насколько я знаю сейчас уже там вся зоя есть какие-то данные но они пока еще мало что это опять же спутник газ сейчас почему-то только используется там есть два алгоритма они примерно похожи я не только про них один упомяну это университет лайтестера работа партерс компании опять же необходимо брать безоблачный ток пикселя их исключать количество сцен становится меньше но в конце концов делается за счет традиционного алгоритма такой сейчас по сути там даже нейронной сети используется для восстановления сдержания метана и вот это сравнение с данными измерения в разных местах я сейчас их не буду перечислять потому что говорят это достаточно хороший почти глобальный охват вот видите где-то завышает где-то занижает и ошибки могут быть там пять ну типичный там в несколько частиц на миллиард но опять это величина сравнимая с годовым ростом то есть вообще говоря это не очень хорошо ну зато по времени корреляция оказывается очень хорошая но я думаю что это до некоторой степени коэффициент до некоторой степени искусственный результат потому что калибровка идет по тем самым данным тисикон и естественно это сразу наводит высокую корреляцию между ними а вот систематическую ошибку после того как нервную сеть запихивает она не проявляет очень уже очень полезны данные спутникового зондирования для восстановления потоков углерода прежде всего фотосинтеза значит это опять же сейчас данные мотивационные спортика схема была разработана в начале нулевых годов она сейчас значит дожила до нынешнего времени в общем без принципиальных скажем прямо изменений значит что здесь происходит вот скажем фотосинтез GPP который здесь обозначен это фотосинтеза активная радиация ну которая просто как бы результат практически прямых измерений F-пар это это параметризуемая величина доли поглощаемой радиации и epsilon это так называемая light use efficiency то есть эффективность использования радиации она просто обычно вычисляет через метеорологию то есть нам еще для нее нужны какие-то данные потом значит по такой практически стандартной экосистемной модели определяется собственное дыхание растений вычитается из GPP получается NPP то есть чистой продукции ну то есть это как бы не прямые измерения это полуизмерения полумодель но тем не менее опять же крайне полезно потому что все наши все продвижение наше о потоках углерода в земной системе где-то который произошел например с середины нулевых годов оно во многом связано в том числе вот с этими модис подобными данными для GPP вот кстати говоря их результат вот это вот среднегодовой GPP я уже в принципе вам в каком-то виде показывал то что он максимально в тропиках там меньше в высоких широтах а вот это его то что сами авторы назвали в составлении вот этой работе которую я на прошлый слайд процитировал Жао назвали качеством данных ну вот что мы собственно говоря мы видим там где синие и фиолетовые цвета данные вообще качество ниже то есть количество пропусков вообще практически приводит к тому что данных данных то и нет а это как раз регионы с основным фотосизм прежде всего долина Амазонки вот лучше ситуации в Конде но зато опять же очень плохая в Юго-Восточной Азии качество данных в вот в наших широтах оно такое приемлемое самое хорошее оно в регионах с очень низкой продуктивностью но там по большому счету эти качественные данные не нужны ясно что она просто настолько маленькая что будет там два раза больше три раза больше ничего по большому счету не изменится спутниковые природные пожары простите я уже заговорился начал природные пожары тут опять-таки спутниковые данные просто революцию сделали в наших знаниях то есть до этого были данные отдельных служб и качество их было просто не в дугу иначе как не в дугу это дело не назовется последнее поколение это опять же модис сейчас данные используются до 2000 гонда по полной данными АТСР и ТРИМ перекалиброванными на модис так вот если у нас пожары размером больше 500 метров то есть номинальное разрешение модис этих данных то у нас с вами используется акцент отражения партии иначе говоря просто альбедо определяемое по ну как бы Гарри по альбедо отличается относительно относительно окружающего скажем леса или степи если пожары меньше используется сверхостная температура но это это ясно что сразу приводит к тому что мы вспышку должны увидеть то есть она должна быть в поле обзора спутника но это вот вот это вот кстати говоря продвижение буквально последних пяти наверное лет и это в настоящем слайде я покажу это просто революция была тоже мелкая конечно по сравнению с приходом спутника но это тоже очень важно а вот эмиссии в отличие от площади выгорания ну худо-бедно опять-таки прямые измерения эмиссии это по спутниковому данному когда говорят магистовские эмиссии это никогда не измерение это всегда используется модель которая калибруется по спутникам на вход подаются данные спутников и метеорология подается там известная химия горения она проще всего надо сказать и вычисляется и мистер это никогда не бывает данной наблюдения и вот та самая революция вклада малых пожаров вот это вот доля малых пожаров ну как бы повторяемся малых пожаров а вот эта вот доля по площади выгорания ячейки и видите она вообще говоря огромную особенно в тех регионах которые густо населены вот так скажем вот так полоса очень хорошо выделяется да чуть ли не 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 на порядок увеличилась площадь выгорания ну это понятно значит уже эти регионы пожары мелкие они быстро тушатся в основном и тушатся они в принципе вот тут ну опять же юго-восток США населенные области Южной Америки пожары мелкие тушатся быстро поэтому их учет он меняет просто ситуацию действительно на порядок а глобально прирост треть от того что было то есть эффект опять-таки действительно революционный вот похожие картины для России это опять-таки спутниковые данные у нас среднего горает порядка сотни миллион гектаров это порядка про десяти миллион гектаров это порядка сотни тысяч квадратных километров и эмиссии порядка там одной полутора дикатон десятых дикатон углерода в год и вот три набора данных вот это по старому а тот по новому видите опять-таки для России точно такое же заметное увеличение площади выгорания ну где-то на вид вдвое а то и втроем ну на самом деле по спутникам да ну тоже все не так хорошо как хотелось бы потому что вот это вот сравнение четырех спутниковых спутниковых продуктов для площади выгорания два из них это модис предыдущего поколения нового а вот это вот спутники европейского агентства и ну по сути тот же спутник но другой алгоритм обработки это коперников данные вот это вот разные цвета это разные данные а вот это вот разные регионы которые здесь на карте показаны ну вот наверное не будем сравнивать да нормировано максимальное значение выгорания для данного региона по всем массивам данных чтобы понимать для простоты визуализации вот даже на глобальном уровне спутниковые данные даже если мы уберем вот эти вот два модиса которые самые-самые самые-самые светлые белых понятно что он больше серого на ту самую примерно треть да то вот даже коперников они вообще отличаются в два раза по площади выгорания это на глобальном уровне а вот замечательный регион баас сейчас я его найду вот это вот как раз фактически Россия вся юга европейской территории различия между тут наоборот коперников дают больше всех и различия опять и двухкратные но чемпион пожалуй это эквитериальная Азия вот она видите тут вообще на региональном уровне ну порядок такой хороший есть запасом то есть вот даже спутниковые данные смотря на то что они существенно улучшили наши знания о данных после выгорания там в общем-то есть куда улучшать и есть куда развиваться плюс есть еще сопутствующие величины я две упомяну где спутниковые данные могут быть крайне полезны первое это молнии молнии они важны ну как источник выгорания природных пожаров и тут конечно все в основном делается по данным лист вот старым данным отт.д. лист light на имиджном сенсор как раз специальный был прибор на триме вот это вот количество имеющихся данных а вот это количество на 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 наконец результат ну в общем-то я могу сказать что спутниковые данные это за молниями тоже была революция потому что вот если взять публикации по по молниевой активности вообще по атмосферному электричеству которая была до 2000 года там все пишется а мы значит пересчитаем а мы переклибровываем наше измерение на из расчета 100 примерно значит молнии в секунду глобально вот как появились данные листа тогда выяснилось что молнии в секунду глобально два раза меньше сейчас считается что их 46 плюс минус 4 соответственно все это пришлось переклибровывать пересчитывать и опять-таки была эта революция мало того поскольку молнии это источники возгорания для природных пожаров их тренд вообще говоря может быть связан с трендом в пожарной активности прежде всего в малонаселенных регионах и прежде всего ну скажем в тундре какой-нибудь и поэтому тут спутниковые данные опять-таки их просто невозможно переоценить их план еще один момент это восстановление влажности почвы что мы видели что он так или иначе сказывается на на том как значит мы понимаем углеродный цикл и вот опять же такая своеобразная революция была 10 лет назад когда появились данные Грейс это альтиметрические данные но у них не просто Путин говорит альтиметрит точность которой не дает ну просто не позволяет воду в почву смотреть никак только стоячую воду а тут идея по измерению по возмущению гравитационного поля вот у нас запустили в 2002 году два спутника движутся на околополярной орбите на расстоянии там 220 километров он гуляет там специальный сенсор на сей счет стоит который очень точно ее измеряет и по такой хорошо откалиброванной модели голодоснова восстанавливается влага содержания почвы по гравитационному полю но опять же это не прямые данные но на модели она такая хорошо откалиброванная используется оперативных прогнозов много где и в общем-то действительно это огромный ну просто реально огромный плюс полная ошибка это примерно 20 измерительная ошибка 20 миллиметров влаги но в общем-то она в большинстве регионов по крайней мере по интересным с точки зрения такого почвенного влага содержания она практически доминирует и в полной ошибке вот еще значит сравнение полной ошибки с изменчивостью вообще по потому что по этим данным и получается вот если мы уберем не очень хорошие регионы типа вот там долина Амазон здесь вот вот хотя бы вот на равнинных регионах переборная ошибка в 20 миллиметров воды гораздо меньше чем с кого изменьшилось на самом деле мы уже вот за счет такого прекрасного набора данных можем видеть то как меняется влага содержания почвы и калибровать модели формировать модели если у нас это модели сами по себе влага содержания не считать действительно революция еще перед выводами это использование данных зондирования моделях биохимических циклов но я понимаю что уже все устали поэтому я буду краток собственно говоря тут всего будут две модели значит первая это модель касса которая активно она очень активно используется вообще при интерпретации всех спутниковых измерений для углеродного цикла в частности она использовалась при подготовке данных об эмиссиях пожар значит что в ней используется используется спутниковый ввод этот красный вот эти вот красные элипс это тип поверхности NDVI на самом деле потенциально может использоваться радиация но как правило она берется из данных измерений поверхности как выясняется поточнее метеорология берется также для осадков и для температуры потом все это значит прогонять через модель она отдельно калибруется на наблюдаемые NPP потому что есть очень важный калибровочный коэффициент их несколько для того чтобы считать то самое light use efficiency так вот для NPP также могут в принципе использоваться спутниковые данные но пока до этого дела не дошло потому что это будет такой то что называется круговой циркулярная логика круговой ибо сам спутниковый NPP считается по модели кассы как правило то есть калибровать ее само по себе занятие естественно бессмысленно и на выходе мы получаем оценку чистой первичной продукции и вот пример того как все это выглядит в общем-то вполне разумно почему тут с кассой результаты региональные потому что она позволяет такое высокое разрешение видеть сотни метров максимум и хорошее согласие с теми данными под спутниковых измерений по NPP которые делают биологи еще одна система она в какой-то мере развивает этот подход это постоянная система ассимиляции спутниковых данных и ассимилируется данное данное излучение на выходе получается модель без на выходе получается значение фотосинтеза и потока владельцев почвы так вот это опять же то что называется data driving model потому что используется данные спутниковые MODIS для ну вообще для большого количества переменных аэрозолей которые необходимы для радиационного переноса в том числе доли диффузной радиации водяного пара облаков атмосферных профилей водяного пара и температуры приземной температуры типа растительности листового индекса ну и вот там и альберин дополнительно то есть материал один сет но все равно пожалуй все-таки основной это основной эффект он именно по вот тех самых спутниковых данных и вот результаты расчета с этой модели сравнение с точными измерениями вот это отдельно по станциям в разных природных зонах я уж не буду их перечислять природные зоны для фотосинцы для транспирации а вот это ну как бы уже постфункционное сравнение в общем-то модель видно что для природных зон дает нормальные значения в целом по станциям по крайней мере близка к диагонали единичные ну вот собственно говоря и все суммируя мое выступление могу сказать что во-первых углеродный цикл это очень важная составляющая земной системы которая необходима для ее качественного прогноза и при том что знания это наши они еще недостаточны как на структурном уровне так и на численном уровне и спутниковое зондирование безусловно способно играть важную роль в развитии знаний наших об углеродном цикле но надо понимать что все спутниковые данные сейчас на данный момент калибруются по подспутниковым измерениям либо по результатам численного моделирования и мне представляется очень перспективный подход как раз вот тот который я кратко в самом конце рассказал это развитие data driving models и прямая ассимиляция данных в какие-то экосистемные модели спасибо за внимание спасибо большое очень содержательно много всякой информации поэтому народ немножко наверное переваривает да я чувствую что я аудиторию утомил с вашего позволения к сожалению достаточно трудно конечно такой большой доклад принять весь целиком однородно все данные если вы не против мы можем выложить соответственно да безусловно я я исправлю замеченные мною ошибки и переведу его в PDF для простоты чтения и перешлю вам хорошо спасибо большое но тогда у нас такое предложение если кто-то сейчас поскольку семинар идет уже достаточно долго мы хотели бы его все-таки ограничить где-то полутора часами то есть у нас есть минут 20 на вопрос а соответственно мы тогда соответственно организуем раздел посвященный семинару на наших серверах выложим туда информацию выложим все контакты и вопросы можно будет задавать там в процессе ну и соответственно смотреть поэтому если у кого-то сейчас есть вопрос у нас просьба просто руку поднимайте в чате мы будем вас включать Ольга задайте вопрос Ольга Германовна меня хорошо слышно? Да Ольга Германовна слышу вас прекрасно очень интересный доклад спасибо большое Алексей Викторович вот у меня сложилось впечатление что вода вносит очень большую неопределенность в оценке различных аспектов углеродного и метанового цикла с точки зрения почвы почвенной воды вы рассказали дистанционном зондировании вот есть ли проблемы с дистанционным зондированием или какими-то другими данными атмосферной воды ну в том числе и влияние на климат вносит ли какую-то неопределенность безусловно вносит потому что на самом деле там даже дефицит водяного пара который в том числе восстанавливается и по спутниковым данным используется для калибровки моделей фотосинтеза например насколько эти спутниковые данные хороши или плохи сказать в общем-то тяжело просто потому что известно что они лучше из того что мы имеем их ошибки конечно как-то смотрелись но они на уровне того быстрого развития процесса как фотосинтез осуществляется они конечно их точность она не очень хорошо известна ну понятно понятно можно вопрос спасибо большое можно вопрос да конечно слушаю вас могу я говорить я вас слушаю у меня вопрос такой дело в том что в углеродном цикле мне кажется очень важно наблюдать наблюдать дисбаланс естественных потоков углекислого газа из океана в атмосферу и обратно при потеплении климата этот дисбаланс является положительным и большая доля углекислого газа остается в атмосфере у меня вопрос насколько это остающийся углекислый газ в атмосфере может компенсировать антропогенная часть выброса углекислого газа начнем с того что на глобальном уровне океан все-таки поглощает СО2 из атмосферы они выделяют другой вопрос вы правы в том смысле что при потеплении это поглощение становится более медленным чем оно было бы при фиксированной температуре вот так правильно говорить но океан тем не менее поглощает значит поглощает он примерно ну вот это конечно зависит от года где-то от четверти до трети антропогенных эмиссий еще второй вопрос скажите пожалуйста при потеплении климата количество водяного пара самых нижних слоях атмосферы тропосферы резко увеличивается и может ли это компенсировать влияние углекислого газа ну это понимаете это не компенсирует влияние это еще больше увеличит собственно говоря это основная обратная связь которая вот если бы этого эффекта не было на самом деле парниковый эффект он особой роли для климата не играл именно потепление при доне CO2 в этом случае было бы по имеющимся нашим знаниям порядка градусов а оно в моделях 3 градуса и вот эта разница между градусами и двумя оно минимум наполовину обусловлено то есть минимум градусов этих двух обусловлено тем что как раз у нас идет накопление при потеплении плодяного пара в атмосфере который сам по себе сильный тоже парниковый газ и поэтому там говорить о том что компенсирует нет не компенсирует а наоборот только еще усиливает Сергей Александрович большое спасибо интересный доклад ну там вот то что касается там спутниковой части это можно там отдельно обсудить мне кажется некоторые оценки ну можно скорректировать те которые вы даете но это не суть не но если они будут улучшены я опять же как пользователь я буду только рад ну да вот скажите пожалуйста вот если взять природную экосистему глобально и природную экосистему России все таки вот есть какие-то публикации которые бы ну как бы в которых была бы информация или так сказать какие-то оценки все таки суммарного баланса по эквиваленту СО2 значит вот по эквиваленту СО2 ну да есть на самом деле есть даже национальный кадастр на все счеты к нему есть не отдельный вопрос но по крайней мере оценка есть по отдельным парниковым газом если бы брать не эквивалент СО2 скажем просто масса СО2 метана за киси азота но это в том числе активный в последнем отчета IPCC специальная биохимическая глава и я один из ее авторов и мы там в течение последних двух с половиной лет активно занимались подготовкой вот этих оценок хорошо а как-то можно вы могли бы как-то вот ранжировать ну грубо говоря вот есть экосистема лес про лес мы более-менее знаем есть степи есть тундры есть болото сельское хозяйство значит ну вот все они каким-то образом дают свой вклад в общий баланс СО2 всех если взять наземные экосистемы скажем без воды ну вот можно сказать например словно говоря там тундра вот сейчас она плюс или минус с точки зрения бюджета в дорогах затрудняюсь ответить но я знаю я могу только сказать что насчет знак я не уверен но там абсолютная величина такая что знак не очень-то и важен просто вклад тундры в глобальный углеродный баланс он очень мал основной эффект это леса и прежде всего лесотропика понятно то есть даже с учетом вечной мерзлоты и так далее там таяния то есть вы считаете что тундра ну и вы считаете так сказать вот есть оценки что тундра ее вклад так сказать он очень мал потому что понимаете там же там конечно тает вечная мерзлота но все равно вот этот углеродный субстрат на самом-то деле попадает в холодные условия интенсивность его преобразования в CO2 экспоненциально зависит от температуры и в холодных условиях она задавлена там есть конечно какие-то отдельные бактерии которые все это делают до минус 17 градусов по Цельсию но жить им там тяжело и сильно они не размножаются и в результате в самом-то углеродный цикл крутится в тропиках и в лесах даже не тайги а вот того что называется средними широтами то есть это даже не наши березовые леса это скорее вот леса юга юга европейской части России там леса США которые сам по себе находятся южнее России там леса юга западной Европы вот так вот основной вклад от них другой вопрос что у них вклад сейчас большой но он судя по оценкам может быстро насытиться и вот если я в свое время делал оценки в нашей модели получается что при ожидаемых изменениях климата к концу 21 века устойчиво будет поглощать только тайга причем только тайга Евразии хорошо спасибо можно еще вопрос задать сейчас Анатолий Иванович он в очереди стоит да один вопрос такой вот вы начали с радиометра АЭРС который работает с 2002 года и очень хороший вроде как радиометр он позволяет вроде как согласно описанию пакета его обработки получать и интегральные характеристики углекислого газа и метана и профили почти в каждой точке земли раз в день ну там где безоблачно почему как бы в вашем докладе его продукты не упоминались это самый такой как бы широкий диапазон по времени продуктов он что плохо откалиброван нет это это связано с недостаточностью моих знаний в данном вопросе на самом деле просто я же несколько раз повторил что я скорее на все эти данные смотрю с позиции пользователя а когда я собственно говоря стал активно заниматься углеродным циклом с примерно там ну с конца нулевых годов то в принципе уже доминировали модисовские данные ну этот собственно говоря модис и аэрс на одном и том же спутнике стоят они параллельно снимают ну вот вот скорее надо спросить у тех кто делает данные почему они предпочитают модисский прибор а не аэрс понимаете это я недостаточно для этого квалифицировать у них только пространство так сказать разрешение разное у аэрса около 30 километров пиксель но для ваших климатических задач это очень даже достаточно а у одиса там километр полкилометра когда детально да понимаете для климатических задач это достаточно это недостаточно для экосистемных задач поскольку экосистемные изменения происходят действительно на масштабах сотен метров и километров но опять же скорее то надо поставщикам спутниковых данных этот вопрос обращать а не мне вряд ли я вам дам осмысленный ответ спасибо спасибо александр борисович вы хотели спросить да меня я хотел тоже спросить ну во первых очень интересно содержать предоклад вопрос у меня такой значит имеется ли у вас опыт какой-то так сказать применение моделей типа топ-дау сами вы этим занимались когда-нибудь пересчитать у вас есть спутниковые концентрации скажем СО2 пересчитать в поток нет у меня такого опыта нет я моделей таких у вас нет нет я занимался моделированием климата теперь я занимаюсь взаимодействием климата биохимическими циклами и циклами как часть климатической системы то есть это как бы немножко другая специализация спасибо спасибо коллеги ну давайте еще если есть один вопрос а если нет то тогда мы будем совершать мы в чате вопросов не видим сейчас ну я а вот есть вопрос мы перешвем это вопрос переписки в чате мы просто перешвем я думаю что можно будет ответить на него тогда давайте мы подведем трат политолог ну во-первых еще раз Алексей Владимирович большое спасибо за очень объемный содержательный Алексей Викторович извините вот объемный содержательный доклад я думаю что у нас по нему еще будут вопросы мы можем с вами в рабочем порядке обсудить соответственно призываю всех задать вопросы значит мы обещаем в течение недели сделать все материалы доклад доступны и соответственно координату дать так с точки зрения цифр у нас сегодня в семинаре участвовало около 100 человек что в общем мне кажется для научного семинара вполне достаточно видимо это повод для того чтобы подобные мероприятия дальше пытаться проводить и продолжать у нас просьба такая что соответственно если у кого-то есть предложения по темам семинара докладов значит вот соответственно у нас секретарь Дмитрий вы его видите на экране Дмитрий Ермаков это соответственно новый заведующий отделом исследования Земли из космоса институт космических исследований он будет вести этот семинар в дальнейшем организационно но и мы надеемся что мы действительно попробуем превратить его в какое-то такое регулярное мероприятие на котором можно было бы общие проблемы обсуждать спасибо большое мы рады что вы все участвовали в этом семинаре большое вам спасибо спасибо коллеги я благодарю аудитории за внимание к докладу и за действительно сдержательный уточняющий вопрос спасибо огромное спасибо до свидания